всем привет с вами диктофон и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием блонд std6 и в этом видео мы уже будем проходить нашего элитного босса дреда блона а также я бы хотел показать и поблагодарить последних донатеров которые поддержали мой канал а это был диктофон зайка привет недавно тебя смотрю очень добрый и позитивный запиши видео как проходишь какую-то карту последней сложности на чимпанзе привет тебя большое диктофон зайка спасибо тебе большое за столь большой донат правда очень приятно мне очень дорого это только очень жалко что ты не написал именно свой ник а данным самая ник но при этом спасибо правда насчет чимпанзе на высокой сложности я так думаю что можно как-нибудь попробовать записать я вообще я давно хочу ну как последние пару месяцев проходить в чимпанзе на все карты чтобы знаете вам потом было попроще но я вот думаю знаете немного что уж лучше их делать по порядку у нас тут выходят новые карты его думаю может не заново вот записать вот эти вот три например и вот так вот по порядку вот выпускать чтоб постепенно мы дошли до вот экспертных чтобы потом в плейлисте можно было не путаться хотя вот даже вот не знаю как буду быть как вывод говорите на экспертных картах как вы можете посмотреть я вообще толком не играл так спасибо большое диктофон зайка за донат за добрые слова правда правда спасибо следующий у нас был алекс наурел не в комментах долго я из харькова но сейчас в актау казахстан тут относительно дешевые продукты особенно сладости кстати покажи сколько у тебя опыта на ферме если у меня 10 миллионов то сколько же у тебя привет тебе алекс наурел большое тебе спасибо за донат я знаю что с казахстана довольно проблематично донатить до националерс поэтому большое тебе спасибо за то что ты донатишь стараешься потому что ну я знаю что это правда нелегкое дело конечно и я понял хорошо что ты из харькова читаю последние новости оттуда очень тяжело очень страшно на самом деле я сейчас очень даже рад что ты в казахстане на данный момент находится находишься пожалуйста берегите себя и своих близких надеюсь что все у вас будет хорошо понятно казахстан граничит с челябинском в принципе может когда-нибудь там тоже побываю вот у меня как на банановых фермах 81 миллион опыта чтобы вы понимали давайте еще мельком пробегусь по другим у нас тут 21 10 6 4 полтора полтора 14 но у меня вот я как как вы можете понять больше всего опыта у меня в основном на тех обезьянах где у нас есть парагоны или же если это ферма или деревня потом вот спасибо тебе большое алекс наурил следующий у нас был макс бы макс бы 5572 на этот раз без покрытия комиссии и это не я виноват что ты не читал мои те донаты раньше я до просмотра диктофона норм деф я после 00 дротик и 990 ферм 520 из 7 фермеров спасибо тебе большое макс бы за донат ну блин ну так правильно играть меньше дефа больше денег зато потом на эти деньги сколько купишь всего нормально нормально так что я правильно тебя учу играть сам не умею но зато других хочу там большое тебе спасибо макс бы за донат все играем по такой тактике давайте отправляться в сражение вместе все против него рейтинговый режим да вот у нас правило также пользовательские раунды нет у нас ледяной обезьяны клеметчика алхимика и деревня лимит парагонов у нас два уже хоть что-то радует на самом деле а героя какого бы мне выбрать на самом деле блин вот вопросы вопросы конечно же эти энд тут ну логично лучше прям по факту лучше и не помню сколько он стоит у нас в игре этой тен просто друг некоторые из вас каждую давай за бесплатного а давайте попробуем за квинси сыграть посмотрим посмотрим что у нас получится по этому поводу я честно не знаю он из довольно дешевый герой дать его вот сюда по центру размещу он уже будет пробивать и камуфляж потом и свинец может пробивать конечно же эти энда с видимость камуфляже всем обезьянам нашим что мне кажется ну гораздо покруче ну на то он и платный герой поэтому есть тут свои преимущества и недостатки вот такие вот дела а так надеюсь что у нас со своим будет хорошо вы рассказываете как у вас дела что у вас нового надеюсь что все хорошо обновление на блондс наверное выйдет уже на следующей неделе потому что буквально вчера уже вышел трейлер и добавили там что-то вот интересное как по мне будет новый герой поэтому мне бы надо начинать копить денюжки чтобы его купить и не знаю сколько он будет стоить но с учетом того что сейчас у нас появилась тенденция на новых героев которые стоят уже по 7000 то это немного страшно дороговато все становится а так давайте мы с вами определимся как я буду называть наши банановые фермы в данное видео а в рандомайзере мне выпало число 3 а уже третьим комментариям это было у нас было это у нас была банановая ферма так что представляете все вернулось на круги своя и тут я спокойно банановые фермы смогу называть банановыми фермами поэтому интересно и не против я только рад для меня же это удобнее для меня же это проще я надеюсь что вам я сейчас нормально слышно потому что я же записываю обычного и элитного босса подряд и почему-то то ли когда я много говорю то ли у меня как-то поднимается давление или вот жара в организме мне сам по себе повышенное давление и у меня нос заложен то есть месяц заложила нос обычно когда я в нормальном состоянии там что-то играю делаю я конечно нос тоже немного так вот проблемно дышит но дышит а сейчас прям не принципе она мне сейчас дышит но просто чувствуется такая знаете как будто бы у меня там все так сузилось и неудобно да ничего все хорошо так 13 раунд у нас идет пока что проходим без каких-либо проблем на сквинсе молодец нравится это правильно конечно уже сейчас пойдут первые проблемки мне так кажется потому что он у нас не всемогущий к счастью все равно у нас уровни прокачивает становится только сильнее и это уже очень здорово купил я вчера получается лапшу китайскую попробовать у нас рядом со мной открылся магазин там вот азиатская кухня ну как кухня сладости дошираки но еще прикольная тема знаете я вот что что но не ожидал что рядом со мной вот будет вот такой вот строить но как строится открывается но при этом правда очень рад это очень круто и вот и купил вчера сегодня решил попробовать а я так как последний раз ел 30 часов назад то есть я вот что два назад поел а до этого я ел 6 утра перед работой в пятницу то есть кушать не вообще было некогда во время не было но кушать очень хотелось я такой думал ну вот все сегодня как поем как проснусь так вкусно будет знаете я так быстро наелся я аж мне же грустно было потому что то вот я купил какой-то удон называется лапша она прям большая я бы не сказал что мне это так лапша понравилось если честно потому что я больше люблю сырное вот что-то но к сожалению сколько я туда не заходил там сырное постоянно все раскупали либо сырное так не любят что его завозят очень мало что так быстро раскупать либо сыр нравится абсолютно всем что его абсолютно быстро раскупать но очень обидно конечно что вот такое вот происходит ну ничего ладно когда-нибудь и на моей улице будет счастье да как говорится а у меня кстати есть оттуда до сырная лапша я читаю я думал что у меня ее мама съела потому что она у меня спрашивала можно ли ей попробовать и разрешил под открою шкафчик она там есть тема им позвонил спрошу на горы до кушай чё ты это куда ем а у меня казаться лапша уже было его это решил приготовить сегодня именно этот удон там куча всяких овощей таких вот азиатских непривычных для нас на вкус но интересно как как это вот все вот работает томатная получается довольно бульон немного даже чуть-чуть островатый но при этом я начал туда экспериментировать потому что абы как я кушать не хочу у меня было яйцо сваренное я его почистил разрезал туда закинул сметану туда закинул короче потом что я туда еще сыр фетта я порезал тоже туда закинул знаете прям прям кулинаром себя почувствовал казалось бы знаете покупать дошик и потом лепить из него что-то свое но это сильно это мощно так если вот эти вот шары пролетят они много нам хп отнимут давайте посмотрим просто пока что не хочу деньги тратить если честно ой нормально ладно живем конечно опасно но живем зато смотрите вот у нас что уже сейчас вот есть наш вот первый рынок банановый появился так скилл я вот этот использую все нормально идем мы теперь с вами неплохо вроде бы как мне кажется если честно я очень сильно это надеюсь так ладно огненную стену поставим и теперь вроде бы более-менее должны как-то вот справляться как-то вот сражаться и вот туда я все это добавил и в принципе стало нормально так вот прикольный на вкус но при этом игру я съел только половину часами конечно спустя несколько часов чувство голода опять появилась это вот всегда так странно вода когда вот ты хочешь кушать тот прям быстро наедаешься а потом через полчаса что-то опять как будто желание появляется такие моменты много подбешивают конечно но чё поделать нормально живем и вот сейчас даже не знаю место у вторую половину может быть вами отдам может быть она захочет попробовать мы там кулинарные творения кстати туда еще ветчину нарезал да я там что-то много так на раз сотворил или я завтра уже ее поем потому что сегодня я навряд ли буду еще кушать это вот такие вот дела что-то вот новое попробовал интересное но если вот так вы знаете подумать так вот задуматься то я бы больше предпочтение отдал домашней солянке я очень давно не ел ее я вот просто понимаю что если вот так вот мне на выбор дать блин я бы лучше солянку поел потому что то что вкуснее знаете просто банально вкуснее вот реально и вот самое вот удивительное то что я на вот это вот удон потратил 300 рублей но 300 рублей вот она стоит при этом я ж туда еще на добавлял своих там чего-то интересного и в общей сложности может быть этот удон вышел на рублей ну 350 по 400 ну потому что мигру и яйцо и ветчина и сметана все вот это вот есть я просто так вот думаю блин на вот эту вот сумму вот сколько чем можно было бы сварить солянку навряд ли прям можно было бы сварить но если добавить рублей 100 то можно было бы уже там знаете сразу же чё сделать несколько литров наварить чтобы надолго вот так вот хватило но это просто знаете это когда экономист в голове просыпается и ты хочешь пытаться экономить но все равно при этом потом тратишь деньги на какую-то не полезные товары которые тебе в принципе не очень-то уж и нужны смотрите у нас 139 раунд вы там деле немного страшно и много не представляю что нам тут делать потому что это уже элитный босс но если так вот посмотреть смотрите по экономике мы получше мы реально сейчас лучше стали больше заработали нас почти что 13 тысяч к нашему первому классу сейчас бы нам подумать что нам лучше размещать блин ну вот надо шиповый шторм ну вот что что ну надо нам его поставить нам кстати даже хватило офигеть самого начала мы будем шиповым штормом играть это очень круто чит все равно он сносит он нас будет дефать камень еще поэтому как говорится одни плюсы в этом плане и что мы можем может быть к нему добавить еще нашего элитного защитника вдвоем то они наверное справятся с учетом того что мы уже с вами накопили 9000 монет следовательно нам уже не так что много остается и хорошо что я вот так вот инженера поставил смотрите дополнительно сколько нам уже он денег-то принес немало уже 4000 выходит это очень даже круто блин мы так половину на элитного защитника накопили а да уже побольше конечно намного больше но нам и торопиться да наверное прям не обязательно ну конечно желательно но не обязательно главное совы задефать нам так все элитный защитник есть все что урон пошел по боссу ну наконец-то и теперь нам бы еще липкую бомбу добавить ура иммунитет как я его всегда люблю особенно вот эти еще шумы кайф просто так делаем так ставим нас дополнительную ферму о ее что за беды хотя ладно проходим один шарик у нас пролетел некрасиво вышло так с на липкую бомбу копим блин у нас на экрана не пытайся уничтожать дред блона пока что у тебя это не получится как бы это бы не хотел так все будет побольше урона наконец-то потому что у нас липкая бомба пошла в разнос это дальше давайте зарабатывать денежки но вот липкую бомба я даже не знаю правильно я сделал что туда поставил потому что она объективно сказать что в другом месте она наверное была бы по полезнее немного так половину счета мы вот смесли еще половину он просто сейчас такой позиции хорошие находится и смотрите еще сейчас лип липкая бомба будет продолжать дамажить ура слушайте нормально ладно нормально проходим я больше переживал на самом деле наши банановые фермы стараются деньги нам приносят новые ставим затраты конечно ну прям большие у нас тут уходят жили не липкая бомба уже не стреляет снайпер у нас дефать и все у нас сейчас на дефе вот этих каменных шарок то вот как по мне но всегда так отвлекает и все так обидно он на такое приходится столько времени затрачивать поэтому я вот так вот поставил беру классным с вами прошли ура так что теперь надо бы сделать здесь я вот так поставлю флибустера их не достает но нам надо еще чуть под накопить так вот этих двух я бы оставил да нам в любом случае наверно продать надо он же тут радиус не увеличивает да не увеличивает радиус тогда мы вот это вот продаем вот ставим это тоже мы продаем для дефа мне кажется у нас сейчас достаточно количество обезьян у нас еще инженер спасибо инженеру что также для нас старается смотрите 13000 принес лишь самые вот рынки которые то мы поставили в самом начале принесли пока что только 12000 следовательно за такой короткий промежуток времени для нас инженер оказался даже выгоднее чем рынок хотя затратили мы на них ну практически одинаковое количество может быть даже на инженером потратили немного поменьше поэтому это хороший такой повод задуматься на самом деле кто-то где получше для вас будет так ура здесь у нас размещается у немного опасно этом давайте смотрите мы атаку нашего флибустера очень много вкачаем перед ледов будет еще получу и смотрите еще и сюда можем разместить правда теперь мы здесь не сможем поставить из-за липкая бомба ну ничего страшного так у нас уже 55 раунд следовательно рук у вас уже на подходе блин а нам хочу делать то а чуть делать так как говорится сейчас вот будем с вами думать по деньгам то вроде бы неплохо мы с вами идем даже давайте я все таки один рынок ферму прокачаю до центрального равно за вот этот короткий промежуток времени он успеет для нас сыграть так добрую подождите перезайду до меня резко дошло так тут он у нас не будет прокачанным блин уже прокачанный просто надо было его сюда ставить к флибустеру ну ладно будем смотреть будем надеяться на лучшее спасибо тебе инженеры до сих пор приносит денежки стараются очень сильно для нас 20000 у нас уже имеется вот сейчас вот дальше будем оценивать нашу ситуацию нашу позицию казалось бы но опять же таки колючий ковер нам нужен будет правда правда как то вот такое ощущение присутствует вот будем думать так инженер все давай давай мы тоже все смесли 36000 сейчас мы с вами имеем здесь я так как у него радиус не получится хотел сэкономить на местности так ну давайте а ладно сюда куда-нибудь размещу и пошлите 90 тысяч хп но это конечно что-то на страшном ну с учетом того что смотрите он шп уже вот кидает вот в эти места это дополнительный урон по боссу какой-никакой так что уже приятно сейчас он будет раскидывать почаще и побольше снарядов еще снова мы элитного защитника прокачаем пока что пробивается правда нормально вроде конечно читают я говорю на обычном 8 мне надо было больше бомбометать или использовать про них вообще там забыл потом я конечно я помню сказал об этом на видео ну да ладно а здесь как будто бы уже не слишком целесообразно как будто бы уже не так сильно нам это поможет в любом случае смотрите мы уже первую защиту и мы снесли практически долго долго как-то все равно это у нас с вами происходит так вот это блин ну как будто вы все-таки надо было ему в радиусе флибустера поставить вот продать вот этот один рынок потом бы его дороже бы продали ладно так давайте уничтожитель я мог поставлю один было скилл мы дополнительные тоже использовали на постоянной основе с вами ну что он тоже помогает видите при этом он босса наносит довольно даже значительное количество урона в вид пробивается сейчас уже деньги я буду вкладывать наши центральные рынки чтобы они нам побольше приносили половину хп пробили нормально чем могу сказать сейчас он еще до этого бомбометателя долетит еще и он будет урон наносить так что целом то вроде бы неплохо идем все просто все скилл я использую все у нас убийца моб начинает расстреливать и не знаю когда такие слова говорю мне так всегда напряженно становится как будто бы но ты прям вообще ужас но мы тут идем в контексте шарика поэтому ладно в контексте шарика окей простительно так смотрите куда то они у нас тут так далеко летят эти камни у нас 500 хп с одной стороны ладно но сейчас вот будем смотреть короче то есть справимся ли мы хоть как-нибудь но мы их прям на выходе вроде какие-то можем добить на хп немного наносит неправда что-то много нам наносит хп урона у нас пока что 490 к счастью упа снайпер как же у нас дефает вы только посмотрите на этого снайпера а добиваем босса мы именно вот наши уже этой пушкой все снесли ошибка у меня тут что я говорю что у нас колючий ковер был здесь они вот здесь так бы моего продали 10 бы дороже на самом деле что очень даже было бы для нас хорошо так давайте ка сейчас я тут быстренько реагирую потому что нам надо играть дальше окачиваются поэтому этому что-то денег мало поэтому что-то у нас маловато денег качаем так у нас будет централ честно разгон накопим и и давайте стартовать разгон нас есть конечно надо было еще волк стрит потом вкачать мы тут будем смотреть и думать так третьему классу по логике мы вообще можем накопить уже на нашего парагона потому что первый у нас владыка плазма стоит не так много денег то для нас имеет место быть причем но очень даже значимое место быть на самом деле это может быть правда воспользуемся данной возможностью элитного защитником пока что ставим вот ну пускай будет чё бы нет да объем инженер нам продолжает приносить деньги спасибо ему 21000 это как бы не мелочи совсем но сейчас он понятное дело нам уже мелочь приносит но все же так сейчас я волстрит туда качаю но очень хочется да тут мы автоматизировали сбор заработок весь наш так теперь тут давайте чуть следовательских лабораторий поставим так ну тут дайте мне опять вот поставить вот все получилось уран а по блин неплохо ну правда уже 76 раунд немного напрягает смотрите сколько у нас тут шаров пил квинсе эта тема у нас тут прямо сейчас очень сильно задавал как вы могли заметить он нанес очень много массового урона чему я благодарен чему мы все должны быть благодарны смотрите у нас сейчас уже 77 раунд казалось бы мы все давайте наверное уже копить денежки потому что следующий класс уже буквально подходим с одной стороны это дредблун на супер медлительный мы можем себе позволить несколько раундов афк афк заработка сфокусироваться на этом так тут у нас еще скоро пойдут растущие шары до растущих широк бы скилл эти она бы также нам пригодился здесь мы сейчас успеем все это как-то слабовато мы идем по заработку я вот вижу там ну все плохо по моим ощущениям конечно но тут чё главное что проходим на как я долго этот курсор найти не мог не слились из-за этого так то чуть с растущей до пушки у нас ну да тут мы перезаходим сейчас мы просто примаглефа поставим я хотел сэкономить какие-то 4000 не знаю ради чего зачем так вот примаглефа мы ставим и вот на вот этом месте мы наверно будем парагона потом размещать а здесь мы разместим мэда так вот как вы можете заметить реально мы просто поставили одного примаглефа и как же он дефает потому что но он правда носит невероятный урон по множеству шаров поэтому знаете бумеранг это очень сильная обезьяна я вот прям помню когда я только вот начинал играть в игру как же мы с моим другом оскорбляли бумеранга и обезьяну аса потому что даже вот бумеранг стрелял как-то ни о чем как-то непонятно а потом то же самое обезьяна ас тоже просто в разные пульки а у нас тогда они не были прокачаны мы не знали что их оказывается можно было прокачать ну точнее вот открыть и там будут реально сильные прокачки мы просто думали ну ладно как есть так есть так вы давайте сюда вот ставлю и стартуем вот 50 тысяч хп у босса это конечно много это мира что я самого начала у нас разместил мэда так пока что мы наверное именно мэда будем бафы до деньги у нас так постепенно идут чтобы мы потом разместили нашего вот декуплазма нам сейчас самое главное пробить вот первое устойчивость я забыл как это равно там слова эти ваши называются ваши как будто бы не мои да так выразился научите меня говорить пожалуйста умоляю вас чит большую часть мы уже с вами пробили конечно же щит прочнее чем на само количество его хп так что дальше у нас будет попроще и при этом уже сами накопили даже 120 тысяч то что вообще неплохо да начинаем сносить ему основное количество хп уже и пробили ему уже 40 тысяч так ускорить бы хорошо что у нас мы реально бьет сплэш ударами следовательно он еще наносит огромное количество урона по нашим мобом задеваются опа все смотрите я убираю скорость потому что нам надо сделать вот так вот сделать вот так вот 2 час еще одного не хватает ура так я и думал вот ученым просто так вот сделать создадим как создадим все равно потом вы будем продавать я так думаю 23 степень это хорошо и теперь мы можем просто спокойно фокусироваться на заработке наш нашего дикоплазма добьет мы реально добьет без каких-либо проблем теперь у нас реальная заработка будет побольше посмотрим что мы себе сможем позволить к сотому раунду если много накопим почему бы нет можем поставить еще конь парагона другого жалко что у нас их тут всего два доступна поэтому идеале бы нам поставить знаете какую-нибудь летающую крепость самолет с одного дня и может быть вознесенную тень вот это вот будет два таких основных очень сильных парагона которые нам дадут прям рывок рывок огромный тут цех 200 тысяч урона кстати что у нас может потом пойти на хорошо на парагона потом обязательно мы это оставляем а тут центральный рынок наш бананов размещаем здесь еще у нас будет так в плане дефона сейчас нет проблем тут бы нам еще банк прокачать до 100 тысяч конечно немалая стоимость так делаем вклады по чуть-чуть как я тут водичку побью ну вот даже вот так вот подумать блин насколько мы денег то успеем накопить сотому раунду с учетом того что я еще не все прокачал что я хотел это конечно сложновато просто я думал вдруг мы сможем поставить у нас вознесенную тень к сотому раунду но если тут понимаю что как бы навряд ли вообще на сначала банк прокачать я просто захотел летающую кривость поставить вся поверил короче так копим на банк все мы тут дефаем обезьяномика нам нужно безвозвратные кредиты это хорошо делаем вклад коряем копим на летающую крепость а потом уже все идем на этого на вознесенную тень по крайней мере стараемся зато в плане дефа вообще никаких проблем реально по скидочка но как скидочка кредит то еще летающая крепость к нам подключилась урон тоже будет наносить сожалению не видит она камуфляж у нас или видит почему она под этот под ддт стреляет у нас ведь ддт же вроде бы камуфлированный или счет не понимаю все смотрите уже какое у нас тут раунд 96 а мы только сейчас начали копить на вознесенную тень конечно да много грустно но не будет у нас вознесенный тени к сотому раунду зато я так думаю что к 120 вообще спокойно мы этих двух парагонов разместим зато мы сможем поставить подводника да подводник 400 тысяч блин на немного он совсем дешевле на самом деле этот подводник зато у нас будет два чередоваться парагона следовательно наносить много урона как по мне это неплохо то есть вот смотрите мы вот так вот сейчас вот сделаем густера сюда просто еще поставим на чтобы денег еще зарабатывать дополнительных вот так вот сделаем а тут у нас будет вот такой а чё это плюта блин че надо все продавать нам же для парагона надо три разных прокачки что-то у меня вообще узнаете в голове отлетела эта информация я подумал что знаете нам хватит одной обезьяны чтобы из него парагона сразу же сделать ну ничего ребят простительно ой ну все ну все получается битва с боссом до написано к летит нам надо еще 200 с лишним тысяч накопить смотрите щит все равно пробивается как вы можете заметить в целом то неплохо конечно не шибко то что хотелось но ничего страшного а тут надо же блин мастер бомба метателя тут надо точно докачать 300 тысяч у нас уже есть тут совсем немного поставим нашего второго парагона конечно мы к 120 раунду будем заменять на других более сильных тоже самый самолет с одного дня у меня он как-то выглядит покруче создаем пятая степень пятая степень конечно обидно но уже хочу это смотрите щит просто начинает быстрее не сказать что мало неносно быстрее пробиваться вот надо знаете вот сюда взянут вот так вот поставить и все да блин ну куда ты стреляешь пожалуйста давай так делаем вот так вот прокачку больше урона тут было давать еще так поставим чтобы они уже старались наносить у нас у нас да урон до будущего парагона потому что 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 на вынесенную тень я как бы точно хочу разместить она нам точно пригодится ура первый счет нам и наконец пробили а у нас 10 раунда всего остается это уже тоже страшно а как-то блин так давай 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 пробивай то владыка плазмы давай 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 своим рикошетом наносить урон по всему что видишь и не видишь поляю как же надо кстати не то что но вот у нас вот и к плазму сейчас тут молодец ладно очень медленно очень медленно это тут будем думать и гадать спеем ли мы за 6 раундов пройти хотя сейчас будет два парагона стрелять да потом быстрее так давай давай еще за жесткий урон наноси у нас подлодка молодцы и последнего давайте добивайте тем более с учетом того что мы еще вот этих двух парагонов продадим это еще дополнительные 400000 то есть минимум хотя бы мы сможем уже создать нашу наш самолет снова дня офигеть 180 раунд не торопитесь так пробивать а 119 раунд ой ладно ура прошли прям под конец ребята ну вы так с азартом не играйте как я очень опасно очень опасные чудо сыграл конечно же посильнее надо играть немножко ну все начиная вот продавать у нас все лишнее что-то я как-то уже в нас не шибко верю но с двумя парагонами в принципе так вот он продаем так вот мы продаем так тоже он продаем один миллион шестьсот тысяч но это для нас прям знаете вот так вот вкачать там по чуть-чуть что было давайте мы вот так сейчас вот сделаем немного на отдаем то есть это денег мы так не шибко потратим но при этом это для степени тоже сыграет вроде бы неплохую роль насколько я знаю да и в любом случае два парагона вас будет самолет судного дня и вознесенная тень это уже но очень здорово правда очень хорошо и пи них должна быть неплохая на самолет судного дня 3 миллиона урона нанес ибо ему за это вознесенная тень у нас должна быть на минимум двадцатой степени блин надеюсь на это очень сильно конечно вы можете наверное обставить ящик будет еще лучше еще легче я пока что в нас верю вроде бы должно быть все нормально так давайте создавать 24 степень нормально да пойдет так тут вот так ставим вот так у нас еще сто тысяч давайте парочку еще таких вот размещу оставшиеся деньги им отдадим ну тут-то я надеюсь но не ладно тут наверно тоже до 30 степени дойдет но заработками да у меня проблема без этих своих обезьянополисов я ни на что не способен обидно обидная правда знаете ли так сюда о а что это такое рынок ты тут что сделал блин еще инженер ай ну и ладно еще и тут инженер трэш дыма водят на энерджайзера не хватает чуть чуть все на 100 без ротиками а нормально окей а давайте крылатую обезьянам скилл у нас где-то вот здесь будет тут же должно же наверное откатиться И все, давайте запускать Не быстро мы его будем уничтожать Но самое главное, что будем Пока что первое мы уже сносим Так неплохо Читы мы ему уже пробили Вот, давайте сейчас энерджайзер вкачаем Чтобы у нас отказ скиллов был еще быстрее У нас сейчас будет иммунитет, конечно же К военным Поэтому наши вынесенные тени Сейчас будет вообще не сладко Смотрите, как же она медленно тут бьет Но она старается Если уж быть честными Можем пока что Так вот Снайпера по верхней линии провод немного вкачать Посмотреть Что, реально из-за дерева Дома не можешь ему вешать Пока видно Все ждать только Но все равно, кстати, урон наносится И камушки все дефаются Ну, долго-долго Давай, Квинси Мочи, Дредблуда Так Сил мы давайте как-нибудь сюда поставим Во, все, пошли у нас печати взрывные Дальше будет уже иммунитет К магическим К магическим Это уже полегче Попроще для нас будет Потому что у нас тут Самолет с одного дня Он и посильнее И дамажит И побольше И может летать То есть у него нету преград Он будет всегда стрелять Самое главное Нам просто пройти Так, скилл сразу же используем Тень не знаю, блин Что даже лучше Как будто бы самолет с одного дня Не сказать, что прям уж намного быстрее Чем вознесенная тень дамажит И в принципе оба наравне Куда летишь Молодой Вот потом вознесенная тень Тоже тебя могла побить Не торопись Никуда О, ну зато смотрите Мы ему уже основной урон наносим Так что Вполне себе Вполне себе Даже самолет с одного дня Быстрее все-таки, да Справляется Опа Ну тут, конечно, без печатей Потому что он у нас Скрылся Дурак Не видит нас Его никто Ну, кроме самолет с одного дня Он нас все видит Он нас молодец Поэтому вся надежда на него Ну смотрите Уже половину счета сняли Поэтому все нормально У нас же до 140-го раунда Да, есть возможность победить Поэтому мы побеждаем Ведь мы уже полностью пробили Осталось добить 2,5 миллиона Ну как-то опасно, да Как-то вообще не уверенно Мы с вами сыграли Даже не сказать, что это легко Да так не сказать Тут просто долго Долго Уверенно, но долго Все, поздравляем Мы с вами прошли Нашего элитного Дреда Блуна Башина Размещена 87 Шаров Пробито 700 тысяч Общий урон Составляет 87 миллионов Сгенерировано Денег 2 миллиона 150 тысяч Обязанная звезда Наш самолет Судного дня 35,5 миллиона урона Он нанес Неплохо Молодцы Ну тут конечно в рейтинге На пятом месте Это я пока что Все потом Отлечу далеко Поэтому нормально Нормально А что значит мини-босс Не шарю Ну тут смотрите За час и 53 минуты А почему так долго Они там так долго проходили А тут за 12 минут А как за 12 минут То пройти Тут что-то очень долго Что-то очень быстро Я вообще не понимаю Как это вот работает В любом случае Мы большие молодцы А на этом я буду заканчивать Данное видео Надеюсь что оно вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал А с вами был Диктофон Всем удачи И всем пока